Реальный спорт Ульяновск Олимпийские игры И поможет нам во всем этом Начальник отдела Центра спортивной подготовки Владимир Конников Здравствуйте, Владимир Владимир, вы наверняка досконально знаете Стратегию развития спорта в нашем регионе Насколько полезен документ по вашему? Ну, конечно, я знаю Этот документ по роду деятельности Мне это положено знать Документ, в принципе, неплохой В нем много затронут Вопросов, которые действительно нужны нам для развития Единственное, хотелось бы Чтобы в принятии этого документа Принимали участие более широкие Свои спортивные общественности, скажем так А вот по-вашему, ульяновское плавание Это развивающийся вид спорта или развитый? Ульяновское плавание на сегодняшний день После некоторого затишия, скажем так Потому как история ульяновского плавания Достаточно звонкая И с участием и в Олимпийских играх И так далее На сегодняшний день Все-таки, наверное, скажем так Они возрождаются Наверное И, как бы, ну, дальше Ждем от них успехов Ну и чтобы наше плавание По-настоящему стало развитым В бассейне торпедов Вот уже много-много лет Проводится турнир В памяти известного ульяновского наставника Анатолия Пченегова 13 юных плавцов-воспитанников И за всеми нужен глаз да глаз Наталье Елусовой нельзя расслабиться ни на секунду В недавнем прошлом ведущий тренер сборной Ульяновской области Вот уже 8 лет она живет и тренирует в подмосковном Дмитрове Но каждый раз в ноябре приезжает в Ульяновск На турнир памяти своего мужа Анатолия Пченегова С которым жила и работала бок о бок 20 лет Я очень рада видеть всех У меня такой эмоциональный подъем всегда Ну какая-то нотка грусти, конечно, есть Мне каждый раз скажут, что сейчас вот Анатолий Николаевич выйдет И все будет на месте Мемориал Пченегова Ныне самый крупный турнир, который раз в год Принимает Ульяновский бассейн торпеда Именно здесь долгое время работал и сам Анатолий Николаевич Он воспитал множество мастеров спорта России Мастеров спорта международного класса Рекордсменов страны Многие его ученики и ученицы теперь сами наставники Среди них Ольга Павлова Под ее руководством сейчас растет новая звездочка ульяновского плавания Ариадна Фролова Большое счастье, что он был в моей жизни Большое горе, что мы его потеряли так рано Он всегда делал то, что любил И очень любил то, что делал 23-й турнир памяти Пченегова Собрал более 300 пловцов Из нескольких регионов России Для уютного торпеда цифра впечатляющая Именно поэтому трибуны переполнены А поддержка на них такая же громкая Как и на больших стадионах Катара Где в эти дни проходит чемпионат мира по футболу Ну несмотря на то, что уши закрыты шапочкой Мы все равно слышим вот эту поддержку Которая для нас очень важна И из-за которой мы показываем наиболее лучшие результаты 60 комплектов наград разыграли участники 23-го мемориала Пченегова Победители выявляли на дистанциях 100 и 200 метров Всеми способами плавания По две победы одержали Виктория Митюгина Из Ульянского училища Олимпийского резерва И Артура Закиров из школы юность Вместе со своими партнерами по юности Закиров выиграл и командный зачет 21 золотая медаль У гостей из Заречья Пензенской области Вдвое меньше Третье место в командном зачете У пловцов Йошкар-Алы Владимир, а какие виды спорта вам по душе ближе? Циклические, игровые или может быть единоборство? Мне, конечно, ближе по душе игровые виды спорта Я и сам занимался игровым видом спорта И работал в этой сфере А какими видами спорта вы занимались? Занимался футболом, работал в волейболе В профессиональном Поэтому мне, конечно, это ближе И вот у меня тогда вопрос к вам К человеку, который занимался игровым видом спорта Вот что нам нужно сделать для того, чтобы Трибуны Содиона Труд и трибуны Ледового дворца Волга-спорт-арена заполнялись Во время игр наших команд Волга Ну, хотя бы наполовину Надо лучше играть Вот и все Дальше мы это можем раскрыть Очень много говоря о чем Ну и в том числе, конечно, и спортивный менеджмент Которого, в принципе, у нас Ни в Ульяновске, ни во всей России Практически не существует Ну, а наш следующий сюжет О мини-варианте футбола В котором количество участников, ну, просто зашкаливает Около сотни команд И десять сильнейших из них в элите В Суперлиге Чемпионат Ульяновской области Пожалуй, самый массовый турнир в регионе В этом году он впервые вошел во всероссийский проект Ассоциации мини-футбола России Спортмастер-про Городская лига Кроме ульяновцев В нем участвуют представители еще девяти регионов страны По массовости, по качеству Самого мини-футбола Ну, мы как бы наравнены, я думаю, с Казанью С Эктывкаром, скорее всего Архангельская область, да Мы входим в тройку сильнейших чемпионатов Вообще, в принципе, этого проекта Победитель финального этапа областного чемпионата Получит грант 150 тысяч рублей И будущей весной сыграет в Москве С чемпионами других регионов Как и год назад, фавориты в чемпионате прежние Погода в доме Платон и Алим-Эс А есть еще ПСК с Ромалом Набиевым Который в прошлом году наклотил в ворота соперников 40 мячей По-чемпионски Ромал начал и теперь В трех турах у него уже 9 мячей Стараюсь просто забить, чтобы команда выиграла Если будет какой-то партнер момент То, что я выйду один на один в пустые Я оставлю, пускай он забьет без проблем Еще одним бомбардиром, но только среди вратарей В Ульяновской суперлиге Становится голкипер Дмитрий Черняев На старте турнира в активе стражи ворот Платона Уже три забитых мяча А все потому, что его команда использует Необычную игровую схему Согласно ей, Черняев оставляет свои ворота пустыми И исполняет роль пятого полевого игрока Игроки выдергиваются На меня, либо на пасующего И у нас плюс один получается И мы разыгрываем В Ульяновской суперлиге пока сыграно Всего два полноценных тура Но уже понятно, что в предстоящем сезоне Борьба за медали будет жаркой Именно это и привлекает болельщиков Трибун и ФОК-фаворит Среди них Ульяновец Михаил Жига В молодости играл в первенстве региона Был лично знаком с такими мэтрами Отечественного тренерского цеха Как Валерий Лобановский и Юрий Стемин Ныне не пропускает практически Ни одной игры мини-футбольного чемпионата Интенсивность, желание победить Каждую из команд По сравнению с большим Футболом здесь как-то более интересно Игроки отдаются Самоотдача чувствуется хорошая Ближайшую субботу в суперлиге Третий игровой день В главном его матче сойдутся Действующий чемпион погоды в доме И Штольц Команды, делящие первую и вторую строчки В турнирной таблице Владимир, вы очень тщательно следите за тем Как работает наша спортивная школа Есть ли какие-то системные Часто встречающиеся проблемы Ошибки, может быть нарушения Ну, нашим спортивным школам В последнее время Как бы много сделано Государством в том числе То есть выделены Достаточные средства По федеральным стандартам По видам спорта И прочее, прочее, прочее Единственная, наверное, проблема Это всех спортшкол Это методическое обеспечение Не хватает Литературы Не хватает Новой литературы Мы, к сожалению На сегодняшний день Отстаем От развитых Государств В том числе и Америки В этом вопросе Это нельзя скрывать Иначе мы никогда Их и не догоним А какого спортивного сооружения Не хватает Ульяновского, по-вашему? Ну, если говорить Нам как бы не хватает Много разных сооружений Но если выделить Какое-то одно То, конечно, я бы сказал Что не хватает Универсального спортивного зала То есть для многих-многих Видов спорта Где можно Где, условно говоря Там на 5-6-7 тысяч зрителей Ну, даже на 5 тысяч Нам было бы достаточно Где можно проводить Очень много Как игровых видов спорта Так и единоборств И прочих И чемпионатов России И прочих-прочих У нас, к сожалению В областном центре Этого Такого дворца спорта нет Ну, а мы отправимся В один из спортивных клубов Ульяновска Где чемпионов растят В помещениях На первый взгляд Совершенно к этому Не приспособленных Знакомьтесь Марьям Садриева Нынешняя студентка Техникум Олимпийского резерва А в будущем Детский тренер Она даже знает Где будет работать После окончания учебы В клубе кикбоксинга Боевые перчатки В детстве у меня сюда Родители приводили Как бы Приучили меня здесь Все время быть И ребята старше Всегда со мной занимались Как бы Для меня это Родное место Марьям и боевые перчатки Ровесники Обоим по 20 лет У них и родители общие Мама Заслуженный мастер спорта Лилия Шарапова Папа Известный ульянский тренер Ильдус Адриев Семейная история Гласит Что имя дочки В свое время Выбирал папа А вот название клубу Придумала мама В Москве Когда кикбоксинг зарождался Это 92-93 года Был клуб такой Боевые перчатки Все лучшие спортсмены Были собраны в нем Такое сборище всех талантов Было Я почему-то захотела Тоже так назвать Боевые перчатки Это бывший тир 34-й ульянской гимназии Где когда-то училась Сама Лилия Шарапова Теперь в свою секцию Кикбоксинга Набирает в основном Нынешних гимназистов Утром учеба Вечером тренировка Что-то вроде Дополнительного урока Физкультуры И вот из этой массы Мы лепим спортсменов И не просто спортсменов У нас все в основном Чемпионы мастера спорта Именно с этой гимназии Самый известный Представитель боевых перчаток Алексей Трифонов Неоднократный чемпион мира Европы и России По кикбоксингу Из девушек На слуху две победы Марии Скворцовой На чемпионатах страны А мастеров спорта Кандидатов мастера А также разрядников У тренерского тандема Шарапова-Садриф Не счесть Это не просто клуб Это клуб Который воспитал спортсменов Который воспитывает детей Как бы мы стараемся Для этого все сделать И конечно хотелось Чем дольше Тем лучше Несмотря на предстоящий 20-летний юбилей Ни наставники Ни их подопечные Пока не задумывались О праздничных мероприятиях Напротив Боевых перчатках Ежедневные рабочие будни В ближайшие выходные Воспитанникам клуба Участвовать В областных соревнованиях Владимир Что по вашему мешает Всем нашим спортивным федерациям По примеру Конфедерации наборств Объединиться В группу по интересам И проводить совместные мероприятия Ну чтобы например Продвигать свои виды спорта Ну по всей видимости Наверное не хватает Активности Тем кто работает В этих федерациях Может быть они не видят Перспектив В этом направлении Но Конфедерация единоборств Наверное Может Более Так скажем Объемно Показывать Свою работу И тогда другие федерации Может быть Увидят Что есть смысл Объединяться Есть смысл Проводить какие-то мероприятия Совместно И вот одно из последних мероприятий Которое прошло под эгидой Конфедерации наборств Это визит Олимпийского чемпиона Подзюдо В Ульяновск Давайте посмотрим Как Каким приемом Он выиграл В свое время Олимпийские игры Представительница Деметроградского Дзюдо Виктория Антонова Против Олимпийского Чемпиона Рио Хасана Хламурзаева Такой Необычный Поединок Прошел В ульяновской Школе Дзюдо Спарта Устала Это уже Не первенство Города Спарринг Антонова И Хламурзаева Малюсенькая Часть Мастер-класса Который Знаменитый Спортсмен Провел В Ульяновске На него Собрались Более 50 дзюдоистов Как опытных Так и начинающих Каждый по-разному Делает приемы И даже вот Я как бы Ну не первый год Занимаюсь И делаю все те же Самые приемы Которые сегодня Объясняю Но сегодня я узнала Новую трактовку Этих приемов Чтобы в борьбе Их использовать В разных ситуациях И чтобы знать Как другие соперники Могли бы Тебе тоже это использовать Визит Хламурзаева В Ульяновск Проходит в рамках Проекта Олимпийский патруль Который вот уже 8 лет Реализует Олимпийский комитет России Посетители мастер-класса Жадно ловят Каждое движение И каждое слово гостя Потому что знают Оно на вес золота Олимпийского Чтобы заевать его Хламурзаев прошел Долгий и трудный путь 8 лет Первая тренировка В 23 победный бросок В Олимпийском Рио В первую очередь Чтобы они верили В себя Верили в то Что это все возможно Это все как бы Реально Видите Спортсмен Любой спортсмен Будет тренироваться И работать Я думаю Он по-любому Добьется успеха Вместе с Каламурзаевым Мастер-класс дает Один из тренеров Сборной России Зелимхан Аздоев Именно он Раскрывает Некоторые секреты Своего титулованного коллеги Буквально Препарируя Каждый прием Сказать честно Я впечатлен Что столько ребят Данный момент На этом мастер-классе Я же не ожидал Что столько народу будет Что в Ильяновске Так любят дзюдо Я сейчас каждый раз Вижу это дети Я вспоминаю себя И поэтому я знаю Их эмоции Я знаю Насколько для них Это большое дело Поэтому от этого Я сам получаю удовольствие На самом деле Полтора часа Длится мастер-класс Каламурзаева И его партнера По сборной страны Они рассказывают И показывают нюансы Даже того приема Которым россиянин Уложил на татаме Американца В финале Олимпийских игр Не исключено Что в будущем Именно этот бросок Пригодится нынешним Мальчишкам и девчонкам Чтобы совершить Свой спортивный подвиг Увы, время нашей передачи Подошло к концу Сегодня у нас в гостях Был реальный начальник Отдела Центра спортивной подготовки Владимир Конников А с вами был Реальный спорт Ульяновск Увидимся через две недели До свидания До свидания Продолжение следует...